Всем привет дорогие друзья, с вами Муракаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на FCM на карте Малиновка. Это у нас рубрика SuperFar. Тут играет человек с смешным ником Второй Носок из клана Топа. Я знаю, что этот план скиллованных игроков, и это значит, что наш игрок тоже довольно опытный. Едет он на горочку, впереди также тип 59. В принципе, на горочку сейчас можно поехать, потому что всего одна арта, и у противника нету СТ-шек. А это значит, что наш герой с типом займут эту позицию первыми, и это даст им какое-то преимущество. Вот тут светляк засветил FCM, повезло, что арта не отработала, может быть, просто не успел свестись сюда. Ну вот, наш герой уже подбирается к горе, типом светит, тут никого нету, это значит, что противники еще не успели. Приехать. Ну, это и логично, потому что самый быстрый у противников танк это ИС, но приезжает сюда только Тигр. Удается ему тут неплохо накинуть, потому что он еще каким-то образом не пробил нашего FCM. Но вот сейчас уже пробивает, потому что все-таки FCM не обладает какой-то броней, и пробивается он довольно легко. Тигр опять накидывает уже 500 хп, потерял наш герой на нем. В принципе, можно попадать Тигра в башню, особо не высовываясь, но каким-то чудом Тигр не пробивается. Вообще Тигр это, конечно, еще та картонная коробка, пробивается всеми, и брони у него никакой совершенно нету. Есть только большой запас прочности, и, в принципе, неплохая пушка. Все-таки не удается добрать Тигра. Наш герой решает поближе подъехать, но вот все-таки арта, наконец-то, отработала, наверное, целый час цели у нас. Тип 59 наглый решил спуститься вниз, тут уже поджидает его ИС. Наш герой понимает, что сейчас бы не отхватить от какой-нибудь ПТшки, которая стоит внизу, вон там уже ИСУ светится. Тип зачем-то начинает бодаться с ИСом. Понятно, что под Типу сейчас стреляла вся вражеская команда, и, конечно, его слили. Но зато удается уничтожить ИСа и ИСУ-152. Теперь, конечно, просто лететь вниз небезопасно, но Тигр решил, что можно проехаться. И сейчас, конечно, наш герой думает, если его убьют, то я поеду вперед. Если нет, то есть, если его убьют, я не поеду вперед, а если убьют, то лучше не ехать туда. Но пока что Тигр живой, и это значит, что можно ехать вперед и атаковать, потому что ПТшки, видимо, встали где-то внизу на базе. Пока что он засветил стойко СУ-101. Тут еще рядом подъезжает СУ-152 с фугасницей. Тут, в принципе, по нашему ФСМу не все могут накинуть, то есть там его скрывает местность. Вот только сейчас кто-то немного ему наносит дамага. И тут засвечивается много довольно противников уже. В основном это тяжелые танки пока что. Понятно, что там рядом с камнями стоят ПТшки, которые очень опасны. Но тут второй носок, конечно. Ну, понятно, что что тут делать просто. Стреляй по чужому засвету. Тигр светит. Отличный светляк получился. КВ-4 вторанивается в Тигра. Отлично просто тут происходят такие вещи. Тигр светит. ФСМ светится, но по нему никто не стреляет почему-то. Я когда на ФСМ не играю, то меня просто там хотят убить все. Непонятно, куда смотрят сейчас ПТшки, наверное. Они отвлеклись на этого смелого Тигра, который засветил почти всю команду. Видел наш герой, что к базе подъезжает СУ-101. Сейчас она уже начнет брать базу. Благодаря хорошей скорости можно сейчас вернуться. Тут еще по дороге можно пострелять по Ягдтигру 8.8. Сейчас, конечно, ПТшку засветить довольно сложно, хоть и обзор у ФСМа хороший. Но им все равно подъехать нужно близко к ней, чтобы ее засветить. Но только сейчас она светится и то попадает по нашему герою, потому что точность сейчас у всех просто идеальная. Даже ИСушка накидывает с 500 метров точно в цель. И посмотрите, расстояние 460 метров. И просто снаряд летит туда, куда нужно, в корпус 3.4. Забыл еще упомянуть, что наш герой возит крепкий кофе из расходников. Не знаю, возможно, у него прокачано пожаротушение, но я лично на ФСМе побоялся бы возить. Хотя, посмотрите, перезарядка просто отличная, 5.93. Очень хорошая перезарядка, быстрая. ДПМ еще лучше, чем без крепкого кофе. Наверняка есть вентиляция и боевое братство. Пока что оставшиеся живые союзники там стоят при Таизус, ждут действий врага. Понятно, что сейчас есть небольшое преимущество у врага. И нужно как-то очень грамотно их обхитрить и уничтожить. Тигр стоит на базе, 3.4 и Фердинанд тоже. Понятно, что они никуда и не уедут оттуда. Прямо 664 метра. И просто в яблочко бьет наш ФСМ. Посмотрите, снаряд точно в центре летит. Раньше, скорее всего, наверное, 50% всех снарядов просто бы не попали. Сейчас же наш ФСМ попадает с такого расстояния. Прямо туда, куда и целится. Конечно, это прикольно и хорошо, но не очень как-то реалистично. И, в общем-то, выглядит это странновато. Но зато можно вот так вот стрелять и всегда попадать, всегда наносить повреждения врагу. Он добирает последних союзников и остается две ПТшки. СУ-101, Фердинанд и Тигр. Наш герой правильно, что встает на подсвет. Через кусты его сразу светить не должны, только после выстрела. Вот она, ПТшка, решает прорашить. Наш ФСМ все-таки светится тут. Отъезжает за вот этот сломанный барак. Конечно, по нему пытаются как-нибудь отстреляться. Все грамотно было сделано, спрятался вовремя, в общем. Теперь наш герой понимает, что, скорее всего, Фердинанд никуда не поедет. Он так и будет стоять. На базе у себя. Союзники пишут, что Фердинанд, то есть это Тигр, АФК стоит. И второй носок решает по болоту проехаться и попробовать как-нибудь отсюда подсветить. Вот он, Тигр, он по правде не двигается. Очень повезло, что он АФК-шный стоит. Тут, конечно, Фердинанд может сейчас накинуть. И обязательно нужно пробивать, поэтому наш герой ставит подкалиберы. Потому что он может не повезти с пробитием, и тогда Фердинанд с его ДПМ выиграет. АФК-шного Тигра удается снять. Терпинанд пока не светится, но вот он стреляет. Он тут рядом. И везет, что вылетает нормальный дамаг. И это победа. Отличный результат. Спасибо за просмотр. Итак, а вот результат этого боя. 6 фрагов, 3022 опыта, 386 тысяч кредитов. Только это было по акции. То есть, игрок, который попадал в топ, в тройку лучших игроков по дамагу, то ему давали удвоенное количество кредитов. 7729 дамага, медальки. Мастер, воин, поддержка и снайпер. И на этом я с вами прощаюсь. Удачи вам в боях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok